Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Ну, человек, думаю, не всегда делает выбор, он не всегда выбирает и далеко не всё. Человек выбирает всё всегда, не всегда осознаёт, но выбирает всё всегда. Часто его выбор ограничен между тем, что ему совсем не подходит и плохо подходит. Это деструктивная установка, основанная на жертвенности. То, что подходит хорошо, либо сейчас недостижимо, либо очень дорого стоит. То, что подходит плохо, плохо, потому что человек не признаёт свой выбор, что он это выбирает. У тебя проблема, тебе плохо, ты заботился. Жизнь состояла из множества проблем, которые не ты выбрал и вынужден нести их последствиям. Нет, это жертвенная позиция, абсолютно. Если проблемы не ваши, то и не вам нести за них ответственность. То, что вы выбрали, нести за них ответственность. Это ваше решение. Когда ты слаб, допускаешь много в свою жизнь по необходимостям. Что есть слабость? Слабость личных границ. Их можно укрепить. Не решается поделиться. Ну, это... Немножко другой момент. То, что человек не решается поделиться, например, боится и так далее, не имеет отношения к тому, о чем вы писали перед этим. Это разные вещи. Ну, так опять же, со стыдом, со стеснением, с самооценкой можно поработать. Когда все же делятся, тебе говорят, что это твой выбор. Смотрите, здесь очень важно понимать, чем конкретно делится человек. Ну, человек. Одно дело, если человек, ну, обрисовывает проблему какую-то и говорит, вот, Хочу эту проблему решить, но не знаю как. Да, вот, ну, какой-то вот у меня внутренний конфликт. Мне нужна, мне нужна помощь. Но это моя проблема. Говорит человек. То есть проблема моя, я не знаю как ее решить, но проблема моя. Можно помочь? Когда человек говорит, вот, другие люди виноваты в моих проблемах. Из-за них все. И выбора, и выбора у меня никакого нет. Это позиция жертвы. А жертве помочь нельзя. Если она сама хочет быть жертвой. Если человек хочет быть жертвой. Если ему выгодно быть жертвой. У этого есть выгода, кстати. У вашего текста есть выгода. От меня ничего не зависит. Для меня это не точно, не честно, неправильно и жестоко. Ну, то есть, как бы, смотря во-первых на что вам говорят. Вы знаете, вы правы в том, что некоторые решения принимают за нас. Но здесь и сейчас все решения зависят от нас. То, что вам кажется это не точно, не честно и неправильно, это защитный механизм, который защищает вас от личной ответственности и от осознания того, что все находятся в ваших руках. Я стараюсь всегда понять человека, проникнуться со чувствами и поддержать. Во-первых, смотря кому, не всем людям это нужно. Во-вторых, с каким результатом, то есть, ну, как это повлияет по итогу на человека. Ну и наконец, для чего вы это делаете? Вы зачем это делаете? Случайно не для того ли, чтобы надеяться, ожидать, рассчитывать на то, что и к вам будут так же относиться? И последнее. Причем здесь вы? Ну, вы стараетесь. Другие люди могут этого не делать. Все люди разные. Слова – это свой выбор. Где-то указывать на границу – это ты, это мы, ты другой, ты не нужен, это только твоя жизнь. Ты мне сам виноват. Нет. Жизнь ваша. Но вы не виноваты. Вина – это обвинение. Вина – это обвинение. Никто вас не обвиняет. В выборе нет обвинения. В личной ответственности нет вины. Понимаете? Вы, на мой взгляд, в том числе, поэтому избегаете выбора, потому что для вас выбор означает вина. Это разные вещи. Ведь по-другому человек поддержит, поможет и найдет другие слова. Что есть поддержка? То есть о какой поддержке мы говорим? О дружеской поддержке? Ну, может быть. О поддержке родных людей? Ну, может быть. Психолог так не работает. Трудно сосредоточиться, чтобы более точно ответить. Очень много откликается в душе. Вот отклик, то есть откликается – это и есть ваша личная ответственность, которая естественным образом производит выбор. Вы с этим сталкиваетесь? На этом все. Всего вам самого доброго. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...